Калейдоскоп, по-моему, вот этот. Здравствуйте, друзья! Сегодня 29 января 2023 года. И решила вам показать колеусы. Уже ж пора давно. И вот смотрите, как раскрасились в январе месяц. Это уже скоро весна. А тут, тут прям царство цветов. Да, вот это уже давно-давно пора. Обрезать, черенковать. Просто у детей не было времени. Оба работают. Так, приступим. Это Джильда. Не поверите, какая она была летом и какая она сейчас. Марипоза, посмотрите, какая. Обалденная, обалденная. Это рыжик Инферно. Я не все помню, у Лены спрашиваю название иногда. Перила чайно-роза. Это я помню. Вот это... Флорентина. Флорентина, да. Флорентина Инферно. Ну, что-то такое. Флорида Инферно. Так, это... Кохпанган. Кохпанган. Совсем вот, совсем. Да, вот иной раз смотришь и думаешь, вот весной они одни. Летом другие расцветки. Осенью третьи. Но, чтобы они зимой были такие яркие. Ну, хочу сказать, температуру держим. Температуру держим 24 градуса. Для колиусов, для зимы 24 градуса. Свет. Свет, смотрите, со всех сторон. Кругом светится все. И надо еще учесть, что юг России. Солнца хватает. Так что, вот зелененький. Лен, напомни мне вот этот зелененький красивый. И тут у Альфы есть. Эльферс. Эльферс, да, точно. Так, теперь, значит, что? Пинг Трил. Сроду не подумала бы. У меня этот Пинг Трил несколько лет был. И никогда не был вот такой яркий. И вдруг на тебе. Все-таки, наверное, подкормки играют роль. Я мало подкармливала свои колиусы. Ну, вот такая вот красотень. Да, вот новинки они приобрели. Как шокоминт? Шокоминт, да? Да. Ну, или шоколадминт. Ну, можно шоколадминт. Это детки. Значит, с кассету целую купили они на фирме. И вот это будут новиночки. Мы еще не знаем, какие они будут большие. Поэтому вот бывает, что детка одной расцветки, а потом она становится совсем другая. Вот это, Лен, скажи, пожалуйста. Вильтфиры Блэзе. Вильтфиры Блэзе. Это краб. Краб? Да, это из волос. А, я его даже не знала и не смотрю. Да, это царевна, да? Царевна лягушка. Царевна лягушка. Вот, смотрите, какая обалденная красота. Обалденная. Вообще чудо. Ну, надо сказать, кто не занимался колиусами, да, это вегетативные колиусы, которые размножаются только черенками. Вот. А семенами они не дают расцветку такую, как вот положено. Есть семенные сорта, но они как-то быстро идут в цвет. Это их биологическая особенность. Буквально через месяц они уже цветут и уже теряют свою окраску. А вот вегетативные колиусы, они окраску не теряют. Она вот у них весь-весь сезон. Вот, смотрите, сейчас мы подойдем к маточникам. И я вам покажу маточники прошлогодние. Они еще ни разу не цвели. Что творит цветами? Да. Вот это маточник Бурнинг Буш. Женя тут подсказывает, говорит, питательный грунт какой-то они приобретали. И говорит, вот питательный грунт, вот он такой. То есть они не высаживают в огородную землю, не добавляют ничего. Просто покупают в больших 300-литровых контейнерах питательный грунт. И вот он такой. И ничего-ничего не подкармливали. Только сейчас начали кормить. Но они, тем не менее, все равно, ну красавцы. Прям вообще чудесные. Ой, вообще. Вы знаете, наверное, вот сейчас посмотрят то видео, да? Кто никогда не занимался колиусами, да? Они просто будут в этом, ну как сказать. Не хочу, хочу подобрать литературное слово. Вот этот сниму. И они будут в восторге, конечно. Петерс Вондер. Вот он. Горшки мешают. Тут настолько тесно, мало места. Теплица очень-очень маленькая. Вот если смотреть наверх, видите, все. Вот ни одной полочки, ни один горшочек не поставишь. Уже все забито. Я даже не знаю, куда они его будут рассаживать их. И вот скажите, Бурнинг Буш я вам показывала, да? И вот маточник еще один. Бурнинг Буш. Ой, что-то там упало. И вот Бурнинг Буш. Вот это более старший Бурнинг Буш, который вот был с прошлого года. Он еще, наверное, второй год, да? Или третий. Вот этот куст. А вот этот предыдущий я показывала. Вот он, Бурнинг Буш. Он вот такой. Поэтому очень сложно определить сорт, когда вот так вот изменчивые такие расцветки. Я сейчас покажу вам. Вот там маточные кусты. Вот здесь маточные кусты. Очень люблю рыжиков. Очень. Как скажи, инферно. Инферно. Обалденный вот рыжий. Я как-то вот склоняюсь больше к такому. К однотонным колеусам склоняюсь. И посмотрите. Вот, допустим, зеленый. Но это маточник. У него уже измельчали листья. На самом деле у них вот у этих зеленых очень-очень, ну, салатные. Очень покрупнее листья. Так, это пингтрил. Это васаби. Так, а это... Скажи мне. Хотемберс. Вот кто видел летом хотемберс, он вообще совсем другой. Совсем другой. Я всегда говорила, хотемберс очень вот или зимой, или весной. Он вообще огненно-красный. Огненно-красный. Вот настолько красивый. И сам лист у него красивый. А вот летом, когда вот молодой саженец садишь, и он летом начинает расти, у него какая-то коричневатая расцветка. А я так вот очень-очень красивый. Хотемберс вообще обожаю. Еще что посмотреть. А, то было вот этот рыжик. Это Инфермона. Вот это... Волдстрейд. Это Вольдстрейд. А... Рустик оранж. Вот это Рустик оранж. Вот он, да? А, вот он посветлее. Рустик оранж. Это Пенеаплик Уэйн. А вот это... Оранж и глот. Оранж, да. Оранж... Джой Глэд. Вот столько оранжевых. И я показываю все крупные-крупные, да. На самом деле, есть еще меленькие. Вот эти я показывала вам, да. Типа... Не перышки. Лена, как вот это? Вот эти сорта. Тут из Шахеризада, Мишура. Вот. Вот из серии... Вот оно серия Мишура, да. Ну, я их считаю серия Мишура. На самом деле, их вот четыре сорта. Они все разные. Но обожаю. Они настолько нежные, настолько красивые. Пять. Вот кто? Вот еще перышки есть. А, еще вот перышки пятый, пятый сорт. Так что, друзья, ну, мне кажется, здесь и ходить, и ходить можно. Сколько сортов? Почти 200. Почти 200 сортов. Так что пока... Да, каталог практически готов у нее. Поэтому спрашивайте каталог, и уже можно писать и заказывать. Потому что потом, ну, вам же надо приобрести срез. Потом, значит, его вырастить. Из него вырастить несколько-несколько саженцев. Даже много. С которых тоже надо реализовать. То есть, все это сделать за сезон до мая месяца, примерно до июня. Поэтому вот, надо пораньше. Смотрите сами. Сейчас укорененную. Вот это, вот это Сатурн, да? Сатурн. Четкая-четкая каемочка у него. И он не бывает другим никогда. Всегда одинаковый. Так, это вот этот розовый. Да, пингчаус. Я вам говорила, что-то не нравится мне он какой-то рыхленький, рыхленький. А он какой-то, он симпатичный, расцветочка такая. Друзья, ну все, это все, это бесконечно. Я буду рассказывать вам, я буду любоваться ими. Покажи. Что-то просит показать. Что, Лен? Вот здесь вот стоят еще новинки. И вот, посмотрите, красный. И вон посаженные новинки. Вот, смотрите. Костерок. А, вот он. Царевна. Мишура. Это все уже на отправку. Это Лена уже сегодня уже тут черенкует. Костерок. Вот это костерок, да? Да, самый красный. Самый красный. Ага. Вот он. Царевна лягушка. Красный большой. Это вы уже на отправку готовите? Да, да. Да, это уже на отправку готова. А его новинку, вот эту красную, покажи. А название? Название пока не знаю. Вот он. Красота. А вы пил аргонии? Да, набрали. Ну, я пил аргониями уже не занимаюсь. Ну, дети вот решили немножко там есть. Все, друзья. Спасибо вам огромное за внимание. Берегите себя. Мы всегда рады вам с вами общаться. Вот, рады вам информацию преподносить. Ну, и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok